Всем привет ребята, вы на канале Санишки Играем Вместе, с вами папа Санишки и мы продолжаем играть в игру Аниме Файтерс. Ребята, 17 обновление сегодня у нас вышло, обновление номер 17 и у нас появились метеоры, которые спавнятся на карте. Я сейчас нашел один метеор, давайте попробуем его атаковать. Так, я атаковал этот метеор и я получил фрукты. Ребята, я получил фрукты, эпик фрукты, которые могут конвертировать эпик бойца в шайни бойца. Легендарные фрукты могут конвертировать легендарку в шайни. Так, ребята, теперь надо осталось понять, где это все нужно делать. А вы, ребята, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Так, по-моему это нужно делать в Химере. Давайте посмотрим. Фруктовый торговец. Так, что здесь нужно делать? Что сделать у фруктового торговца? Это, наверное, заробаксы, да? Пока, ребята, я не понял, что нужно делать. У меня почему-то ничего не высвечивается. Так. Значит, используйте фруктового торговца, чтобы получить редкие фрукты. И здесь вероятность получения эпический фрукт, легендарный, мифический фрукт, секретный фрукт и дивайн, божественный фрукт. Ну, то есть, можно за робаксы выбить фрукты, которые смогут конвертировать вашего бойца в шайни, в шайни версию. Ну, по крайней мере, так я это понял. Давайте посмотрим, что у нас появилось в семнадцатом обновлении. Вышел новый Flame City. Значит, невинные люди очутились у нас в Flame City. И который превратился в инферно, превратился в пламя. И мы должны победить этих инферносов и спасти этот город. И также мы можем использовать новые фрукты и шайни крафтинг машин. То есть, шайни крафтинг машин, в ней нужно использовать фрукты. Так, хорошо. Новый остров Flame City, двенадцать новых бойцов, фрукты и метеоры. То есть, метеоры падают на карту, из них вы выбиваете фрукты. Хорошо. Так, используем фрукты, чтобы скрафтить шайни бойцов в Химера Айланд. Так, новая звезда в Крайм Айланд. Ограниченный Крисмас Ивент. Крисмас Божественная. Крисмас Дивайн. Рейд. Шардс. Плюс пассивки. Так, значит, в Химере мы можем крафтить. В Химере. Давайте посмотрим. Вот она у нас, шайни машина. Хорошо. Теперь давайте смотреть, что мы будем делать. Используйте фрукты, чтобы конвертировать бойцов в шайни. Да? Так. Интересно. Давайте поместим какого-нибудь бойца. Так, давайте сначала посмотрим, какие фрукты у меня есть. У меня есть пять фруктов, чтобы конвертировать Эпика и три легендарных фрукта. То есть я должен поместить сюда или Эпика, или Легу. По логике, наверное, так. Так, кого? Давайте попробуем. Вот такого этот у нас Эпик, да? Так. И нам нужно пять фруктов, чтобы сделать его радужным. Так, давайте пробовать. Так, выберите сколько фруктов. Выберите сколько фруктов. Так, интересно. Так, я выбрал пять фруктов. Двадцать два и шестьдесят два процента. Так, семьдесят семь и тридцать восемь процента. Интересно. Ну, давайте пробовать. Не факт, что получится. А, ребята. То есть мой боец может быть разрушен вместе с фруктами. Так, что-то мне это не нравится. Давайте испытаем на бойце послабее. Вот у меня есть легендарка. Легендарка послабее. Здесь я введу три, например. И посмотрю, какие у меня шансы. Давайте попробуем. Если что, он исчезнет у меня. Так, машина задымилась. Надеюсь, это хороший знак или плохой знак. Да, все, фейл. Ребята, это был фейл. Это был Эпик фейл. Давайте посмотрим. И да, у меня исчез этот боец. Давайте попробуем с другими фруктами, с другим бойцом. Выберем такого бойца. Выберем пять фруктов. И попробуем конвертировать с ним. Что будет? Возможно, будет тоже фейл. Да, ребята, это тоже фейл. Значит, нужно выбивать больше фруктов, чтобы было гарантировано на 100%. Больше я не буду, ребята, рисковать. Вот вы видите, моя новая команда. Я немножечко продвинулся. Давайте я вам покажу, что мне удалось. Что мне удалось открыть. Мне удалось открыть землю алхимии. И вот у меня текущий счет сейчас 6,73 триллиона. На следующую локацию мне нужно 75 триллионов. Так. Также, ребята, напоминаю, что в Дискорде есть группа по аниме Файтерсу. И я как раз сейчас нахожусь на сервере вместе с игроками из этой группы. Поэтому, ребята, вступайте в эту группу. Обязательно. Так, что еще? Давайте посмотрим. Значит, последний остров мне недоступен. Так, божественные бойцы, это все пока недоступно. Про фрукты и метеор я вам рассказал. Про машину в Химеро-острове тоже рассказал. Так, вот теперь Christmas Event. Мне, ребята, пока... Давайте попробуем. Может быть, дорога на первой локации будет в этот Christmas Event. Давайте посмотрим. Пока я не вижу, где у нас рождественский ивент. Где у нас Christmas Event. Так, пока я ничего не вижу. Пока я ничего не вижу. Давайте посмотрим по локациям. Так, а где же у нас Christmas Event и что у нас вообще происходит? Давайте посмотрим, может быть, здесь что-то у нас будет. Так, ну, здесь вроде бы ничего нет. Trial Shop проверим. Здесь все то же самое. Так. По Christmas Event, ребята, пока вопрос остается открытый. Где он, так же ли он будет, как Хэллоуинский ивент, и где будет в него вход, где можно будет зайти, я пока это, ребята, не знаю. Пока не знаю. Давайте еще раз пробежимся. Ну да, по крайней мере, Christmas Event есть, но... Но найти я, ребята, его пока не могу. Так, ну что ж, идея с метеоритами, в принципе, хорошая, но... Нужно собирать больше фруктов, чтобы гарантированно сделать из ваших бойцов Shiny версию. Это, в принципе, очень неплохо, потому что Shiny бойцы, естественно, они гораздо мощнее, чем обычная версия этих бойцов. Ну что ж, будем наблюдать, будем смотреть, что еще будет в этой игре. Я, в принципе, намерен еще прокачаться. В этой игре, по крайней мере, я прокачивался в ней, пока Pet Simulator X не обновился. Теперь уже и обновился Pet Simulator X, поэтому я буду и запрыгивать и в Pet Simulator X, там писать видео. Ну и про эту игру, естественно, тоже забывать не буду. И вы, ребята, не забывайте про наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и всем пока! До новых встреч! Пока!